Футбол любит играть практически каждый мальчишка, и даже если порой здоровье не позволяет полностью отдаться увлекательному игровому процессу, для настоящих ценителей этого вида спорта даже это обстоятельство не преграда. Неоспоримым доказательством вышесказанного послужило мероприятие, которое прошло в минувшее воскресенье в УСК Подмосковье, а именно Паралимпийский день футбола. Началось все со встречи в рамках круглого стола, где собравшиеся обсудили вопросы развития футбола с участием лиц с заболеванием церебральным параличом, а уже после состоялся дружеский матч между членами сборной команды России по футболу ЦП и спортсменами футбольной команды Спартанец. Главная цель этого мероприятия это все-таки создать дополнительный стимул для ребят, которые выбрали этот футбол, это серьезный мужской вид спорта, и каждый мальчишка мечтает быть вот таким сильным футболистом. Я думаю, что эта встреча будет дополнительным стимулом для того, чтобы остаться в этом виде спорта и продолжать тренироваться. Конечно, футбольный матч среди людей, у которых очень непростой диагноз, изначально предполагает определенные особенности. Именно поэтому с игроками всегда рядом находится врач. Ситуация должна быть под контролем, а игроки ни о чем не должны волноваться. Проблема в том, что нужно поддерживать обе стороны, и общее состояние, общую физическую подготовку. И тренировочный процесс трудный, но нужно преодолевать вот эти трудности, и результаты они покажут, что это жизнь и это прекрасно. Это когда получаем больших успехов, добиваются команды. Товарищеский футбольный матч начался по-настоящему лихо, и первый гол уже на второй минуте игры в ворота соперников забила команда «Спартанец». Хотя перед началом встречи ребята полагались на чуть меньшее везение. «Мне так кажется, что 60-40, что мы выиграем. Ну, 40%, что мы выиграем. То есть, как-то так. А почему так у них более старые?» «Ну, они старше нас, естественно, они более опытные, у них команда, они профессионалы». Но и для профессионалов сборной команды России по футболу ЦП этот матч оказался весьма значимым. «Они будут учиться, смотреть на нас, чем-то, может быть, в будущем научиться. Чтобы не бросали спорт, если уже начали заниматься спортом, не бросали. Чтобы это все им нравилось. И, конечно, чтобы они продвигались, стремились к лучшему. Это пропаганда нашего вида спорта. И наша команда, которая имеет определенный опыт, встречается с командой, которая создана совсем недавно. И вот мы, как федерация, заинтересованы в том, чтобы вот таких команд было больше и больше в нашей стране. Чтобы наш вид спорта развивался». И вот уже после первого забитого мяча игра захватила всех и продолжилась с еще большим энтузиазмом. Игроки двух команд только успевали забивать голы, а наш круглый маленький друг летал с одного конца поля на другое. Несмотря на то, что в команде «Спарта» все игроки еще достаточно юные, это не мешает им на шестой минуте игры вести со счетом 3-2. В итоге исход матча, кажется, порадовал всех. Ничья 8-8. Безусловно, мероприятие послужит дополнительным стимулом для игроков команды «Спартанец», которых уже в июле 2019 года ожидает выступление в составе сборной команды Московской области на третьей всероссийской летней спартакиаде инвалидов России в городе Ёжкороле, республике Мариэл. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова